В сентябре 2023 года литературный мир России отмечает столетие со дня рождения замечательного поэта с непростой судьбой Эдуарда Осадова. Осадов Эдуард Аркадьевич родился 7 сентября 1923 года в Армении в интеллигентной семье педагогов. После смерти отца в возрасте 6 лет мальчик переехал с мамой в Свердловск к родственникам, а потом в Москву, где матери предложили хорошую работу. С малых лет Осадов задумывался о возвышенных чувствах, о порывах, о любви и преданности, о ненависти и предательстве. Под впечатлением от своих размышлений мальчик написал свои первые стихи, ему тогда было всего 8 лет. Также в это время он стал заниматься в драмкружке, где проявились его артистические таланты. В выпускном классе он никак не мог определиться с выбором вуза, разрываясь между желанием стать актером и поэтом. Однако выбор за него сделал сама судьба. Еще не успели потускнеть переживания от выпускного вечера, как всю страну потрясла страшная новость – война. Юный Эдуард, не задумываясь, поступил добровольцем на фронт, где зарекомендовал себя как смелого и бесстрашного воина. Осадов поражался служивцев своей целеустремленностью и отвагой, героизмом и способностью мгновенно принимать правильные решения. В перерывах между боями молодой человек писал стихи и читал их однополчанам. В мае 1944 года мужественный юноша совершил подвиг, сказавшийся на судьбе Севастопольского сражения, но поплатился за это здоровьем. Осколок снаряда нанес ему тяжелое ранение. Пройдя через 12 операций и несколько лет реабилитации, Осадов услышал страшный приговор. Он ослеп навсегда. Уныние и депрессия, которые испытал молодой человек, невозможно описать словами. Он, дышащий здоровьем и молодостью, такой веселый и отважный, вдруг погрузился в мрачный мир темноты и одиночества. Всю оставшуюся жизнь Эдуард носил черную повязку, закрывающую верхнюю часть лица. После окончания войны молодой человек продолжил свою литературную деятельность. Поначалу он писал свои произведения для души, не решаясь отнести их в редакцию. В биографии Осадова был случай, когда он отважился отправить несколько стихов Корнею Чуковскому, которого считал большим специалистом в области поэзии. Известный писатель поначалу безжалостно раскритиковал присланные стихи, но в конце подытожил, написав, что Осадов – истинный поэт, обладающий подлинным поэтическим дыханием. После этого письма Эдуард поступил в Литературный институт в Москве, а после уже его окончания в 1951 году выпустил свой первый сборник «Светлая дорога». Эдуарду Аркадьевичу очень повезло. Его творчество при жизни было оценено отботостоинством не только мэтрами литературы, но и широкой общественностью. На протяжении всей жизни Осадовым мешками приходили письма со всего Советского Союза со словами благодарности за чуткие и проникновенные стихи. Однако критики за преобладание в его творчестве лирических тем порой называют Осадова поэтом для кухарок, мол, побольше бы гражданской патриотической тематики. Осадов же продолжает придерживаться своего стиля и не обращает внимания на критиков и завистников, тем более, что у него появляется муза. На одном из творческих вечеров Эдуард Аркадьевич знакомится с актрисой москонцерта, мастером художественного слова Галиной Разумовской. С тех пор они не расставались. Галина стала для Осадова не только женой, но и подругой, а еще его глазами. Она сопровождала мужа всегда, вело его под руку, и именно Галина подарила поэту ощущение дома. Своей супруге он посвятил много стихотворений. Осадов умер внезапно от сердечного приступа в 2004 году, пережив свою дорогую супругу на долгие семь лет. На стихах Осадова выросло не одно поколение. Писатель и поэт ушел из жизни, но оставил после себя гигантское культурное наследие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok